к нам присоединяется руководитель студии пространство сергей даровский так сергей слышно слышите меня и если я правильно все понял сергей это человек который начав работу в кинематографе из кинематографа перешел в комиксы то есть также как вот у нас сегодня лёша сидоров был до человек который из книг переместился в кино вот у нас человек из кино в комиксы давно я искал кого-то кто расскажет наконец про драматургию комикса и вот человек сам поднял руку и вызвался сергей аудитория ваша на самом деле история наверное не самая провиальная наверное редкая но единственное по правилам не совсем перешел а скорее стал работать параллельно так чё-то звук 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 пропадает а сейчас секундочку вот вот так да так хорошо ну мало ли что тут творится видимо микро микрофон как-то задавился нет вот опять пропал сейчас хорошо вот так хорошо да надеюсь что все будет в порядке если что говорите да я поправлюсь на самом деле это моя по сути первое выступление в виде именно лекции потому когда мне задавали вопросы как режиссеру а вот именно попытка переосмыслить и донести до кого-то наверное первый раз поэтому и опять и опять звук вылетел что же такое происходит то закрепить его сейчас перед передерну микрофон вот как нормально похоже видимо нет вот сейчас опять опять звук пропадает тройку и делаю сейчас сейчас он как вот нормально сейчас нормально вот давайте так оставлю простите друзья это прямой эфир вся ну да рок-н-ролла без лажа не бывает наших эфирах которые мы видим стриме поначалу тоже были такие проблемы что ты чего-то не учел чего-то где-то не доделал в 2009 году мы собрались с ребятами и решили что мы хотим вместе делать что-то прикольное на данный момент мы все учились на телевидении и решили что нам хочется снимать все началось мы подобрали начали снимать авторские вещи короткометражные фильмы и реклама немножечко было и то что там на нашем сайте это только мое по сути творчество которое отношение но на самом деле те проекты я даже не могу не а звук вылетает вылетает все равно он то появляется то исчезает снова микрофон то я вижу что у вас хороший но просто ощущение что звук идет с какого-то с этого самого микрофона на ноутбуке понял как раз так подавление фонового шума еще нафиг автоматически регулировать громкость может быть вот это я не думаю попробуем как сейчас я не слышу вы не говорят я я вот даже надеюсь как сейчас идет он как из бочки . да ну божечки вы мои это все потому что с самого начала не было понятно как он что вы что вы сейчас сделали сделал чуть чуть пониже громкость микрофона на самом деле и все сейчас нормально давайте продолжим надеюсь эти настройки сохраняться крайней мере чтобы чтобы слышно было понятно что говорится а все есть да хорошо вот поэтому сегодня я наверное расскажу немножечко именно о трансформации и то как мы пришли комикс то что я там заметил говорить о теории драматургии в целом но это очень длительный я думаю процесс это наверное даже на самом драматургия комикс она тема не чуть меньше чем драматургия комикс но понятное дело что это будет описать поэтому я скажу о той разнице которую я заметил в этих вещах которые там совпадают в кино и которые отмечаются произошло к следующему как вы относились с ребятами и один сценарист который зовут ирена принесла небольшой такой короткий метр фантастика на тему не а звук вылетает все-таки сергей я я боюсь что это будет мучение а вы можете выйти с телефона например потому что ну я просто боюсь что люди не не будут слышать то что происходит и мы а мы аудиторию просто потеряем а если вот этот микрофон лучше лучше ну давайте тогда оставим пока вот таком немножко экстремальном режиме этого нет это на камер на микрофон я сейчас включил ну по крайней мере все слова понятны все есть это хорошо ладно тогда поехали вот рассказываю дальше я начал писать собственно говоря историю мира вот примерно то что предыдущий оратор рассказывал про толкина это было скорее ради интереса ради любопытства не в том смысле что собирался что-то запускать по этой короткой метра но мне было интересно разработать лор истории которая была бы фантастической про будущее я думаю много кому было бы такое интересно сделать но в результате когда мы в конечном итоге начали работать над этим лором мы поняли что рождается история родилась она следующим образом мне очень нравится били милиган и его история это человек у которого было внутри 24 личности некоторые говорят что это ну не может быть что фантастика кто-то говорит что наоборот такой бывает но в принципе диагноз расщепление личности но вполне подтвержденно существующей поверят наверное в каком-то смысле можно но сама история что вообще у человека сидит просто низко личности внутри она сама по себе уникально интересно и тогда мне пришла в голову идея что где-то в будущем результате операции могли несколько личности людей таким вот образом попасть в одного робота и вот они там внутри должны каким-то образом между собой так сказать сотрудничать и разбираться с глобальным проблемами подробности история не буду говорить но смысл в том что эта история получалась очень дорогой для того чтобы спустить его в кино но и очень хотела сделать и вот тогда пришел мой друг художника горит а давай может быть комикс сделаем вот с этого собственно говоря все и началось тогда мы начали работать над комиксом вместе с этим художником для него это тоже тогда была новинка он именно рисовал картины и но в тот момент он начал пробовать свой собственный комикс писать и рисовать и когда это все увидел стало понятно что это но это то что мы хотели бы сделать и что же я в результате понял с глобальной точки зрения когда я начал изучать драматурги и комиксы я понял что вообще история комиксов очень похожи скорее не столько на фильмы или кино она сериалы у них есть определенная структура но упаду подавляющего большинства комиксов она есть у сериалов есть два типа скажем так до вертикальный и горизонтальный горизонтальный это у нас когда одна история сплошняком то есть вы через каждую серию проводите одну длинную историю да как это вертикально точнее немножко в руку простите горизонтально это когда вас много серий и в каждой серии рассказать одна история вертикальный когда у вас проходит через все серии одна единственная история так сказать от первой серии до последней у вас какая-то рассказанная история так вот в комиксах очень похожая история потому что в комиксах есть разделение на арки или главы, ну, в зависимости от автора. И ты вынужден, хочешь или не хочешь, даже если у тебя длинная история, рассказывать ее какими-то короткими отдельными отрезками. И, соответственно, ты должен придумать какой-то крючочек на конец главы там или арки, да, вот, какое-то вступление у тебя в каждой главе должно быть. И подходя с такой точки зрения к истории, ты понимаешь, что тебе хочется или не хочется, но ты вынужден погружаться в кусковую драматургию, если можешь так выразиться, то есть твоя история становится не цельный, как фильм, то, чего для нас раньше было там, ну, привычным и понятным, что ты разрабатываешь историю от начала до конца, со всеми поворотными моментами. Вот я думаю, Александр, на своих курсах как раз-то все хорошо рассказывает. Вот, но вот здесь у тебя не так. Вот здесь ты должен думать совсем иначе, здесь ты должен думать именно о том, что твои кусочки должны быть интересным зрителям. Не только вся история, но и тот кусочек, который они возьмут в руки. Потому что, когда читатель приходит в магазин, он вот берет эту главу отдельную, да, там у вас 20 страниц напечатаны какой-нибудь главы. А это может быть даже не начало совсем, может быть не первая глава, а какая-нибудь десятая. Но он ее открывает, и она им должна быть интересна. Вот примерно по тому же принципу, как по телевизору смотрят сериалы. Запускаешь телевизор, там какой-то сериал, ты взял чай, сел возле него посидеть пять минут и залип. Вот примерно тот же принцип в комиксе. Интересно, кстати, да, вот. Но, что есть похожее в комиксе и фильмах, и фильмах, и сериалах? Они очень похожи, как визуальное искусство. В том смысле, что у тебя есть картинка, у тебя есть герои, которые ты показываешь, ты о них не рассказываешь. То есть они у тебя точно так же там на картинке видны, ты можешь показать, что у них какие-то детали есть, у них там какие-то эмоции на лицах, они там что-то в руки берут, это все не описывается, как в книгах, а именно показывается. У тебя есть некое течение времени истории, то есть у тебя есть начало какое-то, развитие и прочее, которое ты показываешь исключительно визуально. Это очень похоже. Я бы сказал, наверное, это по сути почти самые близкие виды искусства. Наверное, ближе к фильмам только игры. Но вот из печатных видов искусств комикс максимально близок к фильму, поэтому у них различий не очень много. И в принципе, когда вы, если хотите изучать драматургию, действительно можно изучать вполне себе драматургию фильма или сериала, это очень поможет. Потому что прям круто. Но какие различия, какие особенности драматургии, которых, собственно говоря, в фильмах нет. Я немножко буду подсматривать конспект. Меня простите, потому что первое выступление, я многое тоже не учел, наверное, и сделал. Итак, какое отличие? Когда мы задумываемся о фильме, во всяком случае, о форматном, наверное, фильме, да, там, как он, там, блокбастере, там, еще чего-нибудь. Да на самом деле, даже об авторском фильме мы, в общем, чаще думаем о бюджете тоже. Вот, как говорил предыдущий оратор, да, у тебя есть, условно говоря, 20 тысяч рублей, и ты на них должен снять фильм. Вот. И если ты напишешь про то, как вертолет падает, то ты не снимешь это дело. Поэтому, задумываясь о фильме или сериале, ты всегда думаешь о бюджете. То есть ты заранее закладываешь то, что ты можешь сделать, и то, чего сделать не можешь. Исходя из этого, пишется история. Понятно, что ты, если молодой сценарист какой-нибудь, но напишешь какой-нибудь мега-супер-блокбастер стоимостью в миллиард баксов, то, скорее всего, ты не сможешь его запустить, потому что молодому сценаристу не дадут это сделать. Либо просто тупо выкупят сценарий и отдадут кому-то другому. Но, понятное дело, что начинающему сценаристу есть смысл какие-то писать попроще истории. Вот в комиксе все не так. В комиксе о бюджете смысла думать никакого нет, потому что нарисовать можешь абсолютно все, что угодно. Это даже поначалу немножечко пугает. Такая вот свобода творческая. Ты вот подходишь такой и понимаешь, ну я же все могу нарисовать абсолютно. Ну хочешь взрывающийся вертолет? Да пожалуйста. Хочешь космические корабли, бороздящие воды Альфа Центавра? Пожалуйста. Все, что ты хочешь. И это даже немножечко как-то вот расслабляет. Единственная мера ограничения финансового, это то, сколько ты платишь художнику. Чем детальнее он будет рисовать, тем подороже будет стоить его работа. Если ты рисуешь черно-белый с простыми линиями, это дешевле. Если ты рисуешь цветной с очень высокой детализацией, это чуть подороже. Но все будет упираться только в количество работы художника и не более того. Средний комикс нарисовать, например, ваншот на каких-нибудь там 10-20 страниц, это вполне доступно практически любому человеку заказать. Вопрос будет только в истории, которую вы захотите передать. Это, наверное, одно из главных больших отличий. Ну и про структуру я, наверное, немножечко уже поговорил. И которые мне бросили с глаза теперь уже именно детали, о которых хочется рассказать, и которые меня даже самого удивили, и я понял. Это скорость произведения. Наверное, вы, может быть, замечали, если сами читали комиксы и потом смотрели по ним экранизации, там, фильмы или сериалы, то видели, что комикс, он вот очень маленький, вот такусенький какой-нибудь, да, ну вот, например, да, вот такусенький комикс, а по нему сняли двухчасовой фильм или еще хуже сериал, как, например, это сделали там с Академией Амбрелла. Там небольшой, на самом деле, комикс, но сериал-то там целый сезон еще. И вот это очень смущает поначалу, потому что ты привык как? У тебя герои могут поговорить, то есть довольно много, что-то обсудить. Они могут, например, идти долго куда-то там. Ты показываешь их перемещение, что они вышли из дома, прошли по улице, по улице, зашли куда-то там, зашли в ларек по пути, купили кофе. Вот этого всего в комиксе обычно не делают, потому что времени на это нет. Комикс должен быть максимально короткий. То, что в фильме у вас будет занимать диалог в три минуты, в комиксе это будет, ну, три фразы, наверное. Может быть, там пять фраз каких-то там. Да, вот герои, все, бросили друг другу несколько фраз и разошлись. Это особенность именно скорости воспроизведения комикса, как предметы, так сказать, художественного искусства. И это поначалу очень напрягает. Писать лаконично очень трудно, потому что написать там типа диалог там, ой, привет, там второй, ой, привет, а давай мы пойдем туда, давай пойдем сюда, сделай это. А вот передать весь смысл трехминутного диалога в трех фразах, это невероятно трудно. Есть такие сценаристы, думаю, можно вспомнить даже, когда там буквально две хлесткие фразы передают весь смысл эпизода. Это вот именно комикс. Вот он таким должен быть. Это не всегда получается, понятное дело, что мы все люди, мы творим насколько можем, но к этому нужно стремиться. Если вы хотите именно научиться писать комикс, вот, именно в его виде, в том, в котором он обычно идет, то, безусловно, есть смысл учиться писать очень коротко. И существуют, конечно, такие комиксы, где очень много текста, это вот чаще всего, чаще детективы, где там нужно что-то опрос свидетелей, там с кем-то поговорить, поговорить со своим помощником, выдвинуть какие-то версии. Но тем не менее, тем не менее, в основном комиксы мало текстовые. Вот я просто приведу несколько примеров, раз уж. Вот это комикс по Джону Уик. Это не экранизация была комикса, это именно нарисованы комиксы по фильму. И вот просто для примера, что вот Джон Уик, вот разворот. Тут вообще текста никакого нет. Вот я думаю, видно, надеюсь, да, сейчас всем. Видите, просто ни единого текста, баблика просто нет. А если посмотреть другие странички, то там очень мало текста. Это вот активный комикс, где в основном происходит действие. А есть комикс? Вот такой. Это новелизация Филиппа Дика, книжки, точнее, его рассказа, да, мечтают ли андроиды воп электроовцев. На самом деле, не совсем корректное название, потому что правильно будет бы сняться ли андроидам электроовцы, но не важно. Именно по этой книге, собственно, сняли первый «Бегущий по лезвию». И вот сделали новелизацию. Я хочу показать то, как они решили вопрос с авторским текстом. Обратите внимание, извините, книга очень тяжелая. Я думаю, видно, сколько тут текста. Тут вот в квадратиках написан авторский текст, а в баблах вы видите текст, с которым люди разговаривают. И почти весь комикс занят таким текстом. Минус такого решения только в том, что текстом занимается часть графическая. То есть вы, по сути, текстом заполонили бабл. Нет возможности сделать так, как в фильме, что у вас текст идет одновременно с изображением. Увы, в комиксе это не будет работать, у вас текст всегда будет перекрывать вашу графику, грубо говоря. То, что вы хотели бы показать. Поэтому тоже, когда будете вы работать со сценарием, даже еще на уровне сценария, это стоит иметь в виду, что чем больше вы текста написали, тем больше вы отняли в визуальной части. Вот, это такой нюанс. Дальше. Еще один эффект, который тоже заметил, и тоже, который сразу стоит участвовать. В комиксе нет времени, как такового. Если вы в фильме можете передать время, что вот они идут, и вы показываете течение времени во времени проходки. Что вот они там вышли из подъезда, идут куда-то по улице, может даже не разговаривают. Может персонажи просто курят. Неважно, там, или несут что-то, да, там тяжелое, вы понимаете, что несут. Но вы понимаете течение времени, потому что вы это время понимаете, как субъективное, собственно говоря, как свое собственное. И это нормально. Вот в комиксе это не работает, потому что невозможно его передать. Есть несколько способов, которые позволяют это обойти. И мне тоже их пришлось освоить. Я сейчас покажу тоже на примерах. Самый простой способ, конечно, написать текстом, что вот прошло столько-то времени, например, полчаса. Но это самый примитивный и самый просто простой и неинтересный способ, как это передать. Поэтому основных способов, которые используют, два. И тоже это желательно думать на уровне сценария, если это важно именно для вашего времени, которое вы указываете. Первый способ – это показать детали, которые будут занимать течение времени. Они тем самым будут расширять субъективное восприятие человека, который это все читает. Вот показываю на примере, соответственно. Вот у нас герой приходит на ярмарку. Это уже, собственно, из нашего комикса. Герой приходит на ярмарку. Он приходит, проходит, смотрит на то, что его окружают, подходит к лавочке, покупает, дальше идет, пикает, платит там, садится, кушает это яблочко. То есть две страницы мы потратили на то, что, в принципе, можно было показать в одном единственном фрейме, что пришел герой на ярмарку, там, ну, не в одном фрейме, может быть, в двух-трех, что он пил яблоко, сел его кушать. Но здесь время было потрачено на то, чтобы зрителю дать привыкнуть к герою, дать почувствовать время героя. Потому что вот эти страницы, которые вы видите, это подготовка к тому, что случится дальше, к теракту, в который герой попадет. То есть нам важно почувствовать вот эти последние секунды жизни героя, какие они были до того, как он умрет. Это вот один способ решения, собственно говоря, проблемы времени, скажем так. Второй способ решения чуть попроще. Вот, обратите внимание, три кадра, да? Мы замечаем, у нас немного думает, пьет конь, потом вынимает морду свою. Это три одинаковых кадра абсолютно, да? Вот по своему настроению. Но именно в этих трех кадрах мы показали какое-то течение времени, которое прошло, пока он это делал. Это можно делать, например, погодой, что сменилось в том же самом кадре, погода, время суток, может быть, какие-то детали. Например, стоял стакан, в нем там уменьшается количество воды. Тоже как вариант. Это все тоже способы задать время, когда важно именно его время это самое показать. Для меня это тоже, кстати, было открытие в свое время, потому что я не задумывался о том, что вот времени фактически в комиксе не существует, как выяснилось. Потому что я, когда читал, я, наверное, об этом субъективно не думал. То есть ты не анализировал, пока читаешь. То есть ты начинаешь анализировать такие вещи, только когда начинаешь их сам делать. Как сценарист или там, как вот, получается, я не совсем продюсер, правильно сказать, я назвался арт-директором. То есть как шоураннер. Чуть раньше говорили, я работаю. Но тем не менее, я разрабатываю истории, я участвую в их написании, я участвую в том, как готовят раскадровку, в том, как это все рисуют. Поэтому этот опыт как раз я вам и хочу передать. Дальше, что интересно. Отличается от фильма он еще тем, комикс, что в нем нет звука. То есть мы физически его не можем передать, если комиксу, конечно, не прикрутить какой-нибудь динамик или пищалку, которую этот звук будет производить. Но это такое решение, сами понимаете, не совсем удачно и стоит дорого. Поэтому выкручивается обычно двумя способами, конечно. Первый, самый простой и примитивный. Если речь идет о звуках мира, например, как всякие там хлопки, удары какие-нибудь, там, не знаю, крышка закрылась, еще чего-то, то это просто тупо подписывают. То есть берут и пишут там класс, там бумс, тэнс, вот это все. Вот, давайте я вам покажу, как это реализовано максимально в комиксе русском, не, не русском, простите, леди механика, да, вот страничка, вот мы можем обратить внимание. Бэнк, гррр, хрусь, шмяк, опять там грр какие-то, то есть звуки, которые произносят там, ну, так сказать, зверь, да, то есть какие-то лязги и прочее. Это, в принципе, наверное, самый простой и, наверное, понятный способ донесения звукового оформления. Чуть более сложный это попытка использовать детали звукового оформления, когда ты пытаешься передать то, что происходит, какими-то вещами в кадре. Ну, например, там пар, да, он пошел там, пшикнул пар, ты показал прям этот пар, как этот пшикнул, и человек в голове это услышал. Ты можешь не подписать, но человек понял. Захлопывается какой-нибудь чемодан, и ты можешь не подписать, что там бэнк, ты можешь подрисовать полосочки, что вот он захлопнулся, или нарисовать две позиции, чемодана, что он захлопнулся. Но человек в этот момент тоже услышит свой внутренний вот этот вот бэнк там лязганье и трансформирует свой собственный звуковой опыт, вот обращая внимание на эти рисунки. Гораздо сложнее, и, наверное, таким способом передать можно не все, но мне кажется, это чуть более такой изящный способ работать со звуком. Мы в биороидах, когда рисуем в нашем главном проекте, мы стараемся минимально использовать подписи звуков и максимально стараемся передавать именно визуал, насколько это возможно. Просто мне, как киношнику, визуал больше нравится, понятное дело. И художник Олег Журавский, который рисует биороидов, он тоже сам фанат фильмов, он очень любит именно визуальное искусство, поэтому у нас получается наш комикс очень киношным. если потом интересно, я могу немножко побольше о нем рассказать, если там время останется. И так уже потратили временное устаканивание. Дальше, что еще? У нас кроме отсутствия звуков еще отсутствует, собственно говоря, речь. То есть у нас герои не могут вживую говорить. Они же вынуждены общаться текстом. А что тут можно сделать? Понятное дело, можно нарисовать эмоцию, если человек орет, плачет, там происходит что-то такое, напряжение какое-то, можно передать злость. Вот эмоциональную составляющую можно совместить с текстом. И человек, наверное, будет понимать примерно, как это происходит. Но в комиксе существует еще вариант, как можно дополнить этот момент, как можно сделать текст лучше. Два варианта существует. Первый – это сам текст. Его можно увеличить по размеру, например, когда человек орет. Его можно сделать с каким-то наклонением, его можно сделать с искажением. Если, например, человек хрипит, то почему бы не сделать какие-то искажения на тексте, чтобы было понятно, что это нечеткая дикция. Можно поломать какой-то текст, можно написать его на иностранном языке, если это иностранец, или какими-то закорючками, чтобы ты думал, вот, мы не понимаем, что он говорит, потому что мы не понимаем, что он говорит, потому что он иностранец. То есть не для нас, имеется в виду, а для героев комикса. Это тоже все способы такого вот решения. А второй вариант – это, конечно, сам бабл. Бабл – это вот эти вот облачка, в которых текст заключен. И их можно тоже делать разной формы, например. То есть делать с острыми гранями, когда, например, человек кричит. Можно заливать каким-то цветом. Там, если, например, кто-то присылает любовь, то можно же нарисовать там сердечко и сделать этот бабл розовым. Почему бы и да. Вот для примера покажу немножечко, значит, литеринг, как делают эмоции в призраке в доспехах. Да, это уже немножко мы на мангу перешли. Ну, тем не менее. Позвольте немножечко тоже вот продемонстрировать этот вот интересный момент. Вот, пожалуйста, да. Крупный, например, там, вот они. Ха! Да, вот. Вот черт! Вот он орет, да. Вот видите, вот какой-то бабл у него аж прям такой с острыми сделали, да. Есть очень маленькие, когда понятно, что очень человек тихо разговаривает. Есть какие-то прям побольше, то есть понятно, что да. Совсем большие, когда орет. Вот, проявление эмоций через разные баблы, через разный цвет, это тоже один из способов донести, донести, собственно говоря, то, как звучит ваш персонаж. Поначалу, когда мы еще только-только делали, вот, собственно говоря, вот этот самый выпуск, который сейчас у меня был в руках, это черновой выпуск. То есть, это был самый-самый первый выпуск, который мы еще литеринг не успели сделать и толком не знали, как делать. Поэтому у нас диалоги здесь, они по сути все одного вида. То есть, это кругленькие баблы, это текст одного размера, собственно говоря. Потом мы уже переделали, то есть, сейчас существует выпуск уже обновленный, где сделан нормальный литеринг, где подчеркнутые эмоции, где баблы разные. Но, тем не менее, это вот тот момент, который лучше думать сразу заранее, когда ты учитываешь то, что ты делаешь. Потому что это важно. Если мы можем сценарий, например, в обычном сценарии в кино просто написать этот текст и написать, что он говорит ехидно, то, может быть, есть смысл в сценарии комиксу подчеркнуть, как бы это, собственно, художник мог увидеть. Интересно. Вот такой вариант. Ну и хочется рассказать немножко именно о технической составляющей сценарии комикса. Вот если в кино у нас есть два вида, по сути, ну так, с большой точки зрения, два вида сценариев. Это литературный и режиссерский. Там могут быть нюансы, там какие-то промежуточные варианты, да, там еще что-то. Но в принципе, да, вот литературный сценарий, это который пишет сценарист, то, как он увидел бы историю, но там никаких подробностей нет. Имеется в виду, там нет, там, как камера будет, там, это показывать, там не будет, какие-то детали написаны, что вот сперва мы смотрим на тарелку, потом мы отъезжаем, и там, значит, появляется ложечка, которая подносится ко рту, там, персонажа, например, да. Вот этого в литературном сценарии чаще всего не делают, если только не какая-то очень важная деталь. То есть, возможно, эта ложечка играет какую-то очень важную роль, потом ей убьют, например, какого-нибудь человека, и тогда в сценарии прописывают такие вещи. Но в принципе, часто детали нет. Но есть режиссерский сценарий, в котором как раз очень многие вещи указаны. То есть, написано, во что будет одеть человек, что он там у него в руке будет, может быть, татушка у него там какая-то, да, там прорисована, то есть, появляется очень множество деталей, которые будут показаны не только, как это будет выглядеть, как это будут снимать, как художник, опять же, постановщик там работает, гример, который свои пометки там о гриме делает, как там, например, какой-то грим положить, шраме какой-то, может быть, сделать, усталость на веках, может быть, положить. Вот это все чаще всего в режиссерском сценарии есть. Так вот, сценарий, который пишется для комикса, является чем-то средним между литературным сценарием и режиссерским, потому что режиссера в комиксах нет и, наверное, может быть, это даже большая беда в том смысле, что художник чаще всего предоставлен сам себе. Это не только в России так, за рубежом тоже так, когда многие художники даже не то, что по сценарию какому-то пишут, они чаще всего сами себе насколько могут сценарий и пишут. То есть, художник сам для самого себя пишет какой-то сценарий, насколько он может это сделать и потом по нему пытается что-то рисовать. Но когда готовит сценарий, если приходит все-таки сценарист, то он старается готовить сценарий так, чтобы это было с деталями, то есть, примерно описать то, что художник может нарисовать в кадре или фрейме, соответственно, своем. То есть, это такой промежуточный вариант, что там в кадре, например, там какая-то, например, площадка лифта, да, но там напишут, что мы можем обратить внимание, например, на то, что там стоит корзина с мусором, а в нем болтается там выброшенный, например, пакет молока, и мы потом узнаем, что наш главный герой там не любит молоко, у него от него аллергия, ему подарили друзья, он ее выбросил. Я к примеру привожу просто так, да, но вот в режиссерке чаще всего, точнее, в сценарии для комиксов чаще всего именно это прописывают. Можно обратить внимание, найти сценарий Алана Мура, который писал сценарий к хранителям, этот сценарий был именно для комиксов. Да, он был сам художником, и он знал, что он рисует, но это, наверное, максимально подробный сценарий для комиксов, который только существует. Там прописано все, все, что в кадре находится. Это было по сути даже уже не то, что сценарий, это была практически готовая раскадровка в тексте. Вот, поэтому, если интересно, вот прям можно взять за основу и посмотреть, вот как он пишется, это в максимальном варианте. если вы как сценарист хотите поработать с комиксами, но не уверены, как это будет в раскадровке и прочее, конечно, пишите тогда литературный сценарий, художник вам скорее всего поможет, потому что художники, если художники комиксов именно, они все-таки обладают навыком раскадровки, но это тоже не всегда так. То есть тут нужно учитывать, что художники иногда приходят, это просто художник, который умеет хорошо рисовать, там они знают про мизансцену, они умеют там красиво рисовать, там правильно подать ракурс там персонажа, вот это все. Но они могут совершенно ничего не знать за драматургию эпизода, например, или драматургию страницы. Такое тоже может быть, это совершенно отдельная история, которую, к сожалению, сегодня просто из-за нехватки времени я уже не успею рассказать. Я надеюсь, что может быть мы договоримся как-нибудь с Александром, а потом сделаем какие-то еще отдельные стримы, где я уже просто про эти детали расскажу отдельненько. Надеюсь, будет интересно. Но в принципе, можно отткнуться с тем, что создав сценарий, вы можете отткнуться в то, что у вас не хватит ни у вас, ни у художника опыта сделать вот этот промежуточный этап. К сожалению, это вполне возможно. Это тоже отдельная история, как это делается. И я буквально чуть-чуть расскажу об опыте работы с фреймами, в отличие от кино, потому что тоже интересно. Немножко в эту тему чуть-чуть углублюсь. Вот смотрите. Теперь про раскадровку. В кино, когда мы говорим о кино, мы чаще всего подразумеваем определенный кадр. То есть это и сериалов, и кино касается. Он всегда квадратный, такой, как мы себе примерно представляем. И он никогда не меняется. Потому что, если, например, что-то сделать необычное с кадром, например, его поделить надвое и показать происходящее одновременно, мы будем скорее воспринимать это как кадр, как будто а-ля комиксы какие-то. Потому что мы привыкли, что кадры в кино всегда одинаковые. И по этой причине кинодеятели, так сказать, ухищряются, применяя ухищрение, делать что-то неожиданное. Например, кадрируют дверью. То есть человек входит в дверь, да, у тебя кадр, соответственно, ограничен стенками. Человек смотрит в окно. У тебя окно. Можно кадрировать колоннами, как это сделали в сериале «Мистер Робот» отлично, да. Можно какой-то предметом в руке. Например, я видел кадр с наушниками, как сделали. К сожалению, не помню откуда. Но человек в руке наушники, мы смотрим через него, а центр внимания фокусируется на центр, да. Вот то, что в наушниках происходит. Да, вот один из великолепных вариантов кадрирования. И вот такие вот штуки в кино вынуждены делать, потому что бить напрямую кадр это довольно непривычно. Да, такие иногда применяют, делают полиэкраны, там можно Наполеона, например, вспомнить, как там был полиэкран. Но это все-таки для кино штука непривычная. Для комикса все наоборот. Вот вообще все. Там кадр, это абсолютно аморфная вещь. Она может быть любой. Даже не то, чтобы там прямоугольный. Круглый, треугольный, любого размера. Фреймы сами по себе могут быть ограничены фреймом. Может быть нет. То есть даже у кадра может оказаться так, что границы нет. Персонаж из кадра может выходить. То есть у вас вроде как фрейм, но персонаж из него вышел. Вы в кино это не покажете, ничего такого. И это позволяет вашему творчеству визуальному выйти на новый рубеж. Это неожиданно. Поначалу это было немножко непривычно. И когда мы еще делали самую-самую раскадровку первого эпизода, если будете смотреть Биороиды, вы даже, наверное, это заметите, что первый эпизод нарисован чуть ближе к кино. В том смысле, что там мало пересечений таких. Именно такие фреймы более немножко стандартные. Они вроде как ломанные, но в целом чуть более стандартные. Это именно потому, что мы пока разгонялись, пока осваивали вот эту науку фреймирования. Звучит странно, да? Фреймирование. Но пока мы это все осваивали, прошло какое-то время и только сейчас мы научились это все хорошо и классно делать. Но если обратите внимание, вот как говорил предыдущий оратор, нужна насмотренность. И в случае комиксов нужна начитанность их обязательно читать. Вот покажу несколько фреймов интересных, которые показались. Вот такой комикс «Русские несказки». Это рисует московская художница. Мне очень понравился. Мы, кстати, с ней договорились. Она будет нам обложки делать. Вот вариант такого фрейма. Когда, по сути, вроде фрейма сделан, очерчен, но самого фрейма нет. То есть рисунок выполнен именно тем, что происходит внутри. То есть фрейм ограничен только происходящими вот этими событиями, внутренними вот этим рисуночком. То есть никаких вот кадров тут нет. Такой вот вариант тоже очень интересный. Ну а сейчас вам покажу пожалуй самый неожиданный фрейм, который я в своей жизни видел. Точнее страничку, наверное. Меня она прям поразила и когда я видел в магазине даже специально себе этот комикс купил. Вот такая вот страница. Вы можете видеть, что это просто какое-то безумие на самом деле. Здесь круглое фреймирование. Кружочек сделан токарочка. Вот очень неожиданно. Здесь какой-то кусочек. Вот эти видюшки это все создает тоже фреймирование. То есть фреймирование создано какими-то элементами, но при этом оно совершенно нестандартное. А можно вопрос сразу же походу? Да-да-да. Каким-то образом можно предсказать движение взгляда? То есть выстроен, сложно выстроен этот самый, всегда ли взгляд идет одним и тем же образом по странице? Да, сейчас отвечу на вопрос. Но я по сути наверное почти подошел к концу. Да, про фрейм я рассказал. Сейчас тогда расскажу и на этот вопрос тоже отвечу. Это правда. Существуют определенные нормы. Они приняты и их лучше конечно не нарушать. Но их по сути две. Есть два принципа чтения комикса. Один японский, можно сказать, так как в манге мы привыкли. Другой европейский, ну или американский или русский. То как мы привыкли. Сейчас я тогда вот прям на тех комиксах, которые у меня есть, я покажу это все дело. Дабы не быть голословным. Вот он призрак в доспехах манга. Мы ее открываем и мы с вами вот этот вот комикс будем читать наоборот. То есть мы будем читать справа налево сверху вниз. Вот так вот. Как работает манга? Потому что они так пишут. Это привычка. У них даже манга обложка, видите, вот то что мы бы сказали сзади у них вот это наоборот передочек. Поэтому книжку мангу читают вот так. А вот когда мы говорим о европейском, русском, американском комиксе, он идет, естественно, наоборот. Он идет наоборот. Вот я открываю только что. Который открывал комикс, огромный, уж простите, да, то мы всегда будем его читать справа налево, сверху вниз. Так вот, эту историю в некоторых случаях нарушать, конечно, можно, но нужно понимать четко, зачем вы нарушаете. Потому что, если вы, например, сделаете кадр как-нибудь наоборот, иначе, то получится, что читатель сперва прочтет, например, какой-то другой фрейм и может потерять нить повествования. Поэтому принято, во-первых, располагать кадры с самого левого верхнего угла, идти вбок, и потом спускаться вниз. И с баблами должно происходить ровно то же самое. Когда вы располагаете текст на странице, у вас должно быть все то же самое. Сейчас я найду какую-нибудь любую страничку. А, ну вот, например, да, вот из Леди Механики. Вот у вас бабл первый, за ним вы читаете тот, который пониже и сбоку, затем вы читаете следующий. Переходите к следующему кадру. Если вы это правило нарушите, поменяете, то у вас может поменяться логика. Есть, кстати, даже мем такой в интернете, когда ты сперва читаешь ответ девушки «да», а потом уже в другом месте там, значит, написан фрейм. Типа, меня одного бесит, когда фреймы меняют местами баблы. Вот. Поэтому это даже не то, что драматургия, на самом деле. Это именно то визуальное повествование, о котором я говорил чуть раньше. Умение делать раскадровки. Оно в чем-то аналогично умению делать раскадровки в кино, но если в кино вы делаете повествование как эпизод, то есть с точки зрения движения, повествования, там, съемки камеры, то здесь вы должны учитывать именно последовательность чтения, потому что в кино такого не бывает. Вы не можете сперва посмотреть какой-то один кадр, потом перескочить на другой кадр, там, или чего-то такого. Если монтажер этого специально не сделает, вы всегда будете смотреть последовательно так, как задумал режиссер, там, ну, или монтажер. В комиксе, к сожалению, вы охватываете взглядом всю страницу сразу, и поэтому страница должна представлять по сути единый драматургический эпизод. То есть даже не то, что эпизод большой какой-то из нескольких страниц, но даже отдельная каждая страница должна быть маленьким эпизодом. Не должно быть такого, что у вас страница, например, там, обрубилась или что-то произошло. У вас всегда должно быть цельное повествование даже в рамках одной страницы. Это может быть разворот, это может быть один кадр, но он должен быть тогда полноценным, он не должен переезжать каким-то образом на следующей странице. И, например, существуют варианты, когда разбивают один кадр на много страниц. Например, существует такая манга One Punch Man, и там падение метеорита у автора занимает 17 страниц. То есть он 17 разворотов показывает, как падает метеорит. Но это сделано для достижения максимального пафоса. И автор четко понимал, зачем он это делает. Но чаще всего обычно все-таки там разворот или страница чаще всего представляет, конечно, набор каких-то фреймов, где у вас тоже какой-то микроэпизод получается сделать. Можно рассчитывать на разворот, например, когда у вас две страницы рядом, и они представляют единое пространство. Тоже вполне допустимо. Но именно смысл подхода раскадровки в том, чтобы вы заранее продумали то, как открывая комикс, читатель его увидит. Это очень важно, потому что, ну вот понятно, да, вот эту страничку, которую я показывал, да, в середине комикса, даже вот, вот мы смотрим страничку, да, какое ощущение первое бросается в глаза. Все такое красивенькое, воздушное, кругленькое, правда, нифига не понятно, потому что деталей очень много, но тем не менее, общее впечатление ты от странички сразу получаешь. По сути, он сделан как единый эпизод, это два разворота. И это, вот, вот у вас получается тоже начало, вы подошли к какому-то месту, и у вас заканчивается на каком-то персонаже, которого встретили. Вот микроэпизод, то же самое. Это примерно то же самое, наверное, в чем-то похоже, как построить мизансцену в кадре. то есть, когда вот режиссер продумывает, на первом плане у нас будет тут-то, на этом плане у нас главные герои встречаются, они там разговаривают, сзади там, например, бабушка проносит там белье, например, вешает на веревочке какие-то там, сзади нее там, значит, бегают. Малыши играют в футбол, и один из них там бьет в стекло, и наши герои оборачиваются на звон, да, ну, например, я просто для примера привожу. И вот какой-то подобный микроэпизод, это по сути вот будет что-то подобное страничке в комиксе. Ее обязательно тоже разрабатывать. Но чаще всего это уже вопрос не к сценаристу, конечно, а, наверное, к художнику или раскадровщику, если он вдруг есть таковой. Потому что сценарист чаще всего прям так прописать, наверное, все-таки не может. Хотя, если вдруг сценарист умеет прописывать даже так, как, например, Алан Мур делает, то это прямо очень крутой сценарист. Если вы этому научитесь, то вас руками оторвут на рынке комиксов, я уверяю. Это прям очень крутое умение, на самом деле, заранее продумывать, как будут располагаться фреймы, как они будут друг за другом идти. Есть некоторые детали, то, как, например, расположить фреймы, использовать хитрости, как расположить фреймы так, чтобы они считались друг за другом. Если вдруг даже нужно нарушить логику. Например, можно стрелочки поставить. Самый примитивный вариант, что вы прям показываете стрелочками, куда движется взгляд. Ваш взгляд должен двигаться читателя. А можно чуть сложнее, например, на фоне нарисовать какие-нибудь завитушечки, которые будут двигаться взгляд читателя. Можно прямо самими фреймами нарисовать, например, сделать какую-то окантовку, которая будет сужаться к какому-то месту, и ты за ней последуешь и посмотришь. Туда может указывать герой, персонаж, например, на этот фрейм, на другой. Прямо, например, рукой выходить за фрейм и вести в следующий фрейм, как вариант, тоже допустимо. Это все варианты того, как вы можете дать последовательно читать ваш комикс. Еще вариант, например, наслаивать фреймы. То есть, вы можете один фрейм наложить на другой и будет понятно, что после этого фрейма следующий следует другой. Или наоборот, если вам нужно разделить, вы можете дать большое пространство между фреймами, а между другими, наоборот, маленькое. И тогда автоматически взгляд читателя перейдет на тот, который рядом. Тоже вариант. Существует масса интересных вариантов. Если, опять же, мы попробуем сделать на эту тему какой-то отдельный блок, я подберу просто комиксы, чтобы вам это все показать. Сегодня, потому что я не подобрал именно под этот вопрос. То есть, у меня рядом несколько лежат буквально и все. Но есть отличные примеры именно вот на тему того, что я рассказываю. Я думаю, что смогу вам это показать в следующий раз. Отлично. Хорошо. Я обдумаю это. Сейчас. Очень интересная тема комиксов. Так, коллеги, если есть вопросы какие-то, задавайте. И я, у меня тоже есть пара вопросов еще. Значит, вот у меня ощущение, что, я не скажу, что я прям много комиксов каких-то читал, но ощущение, что там есть ограничения по сюжетным линиям. То есть, если кино, например, совершенно спокойно или сериал может выдержать до пяти сюжетных линий параллельно развивающихся, и человек не теряет внимания. в фильме Тути пять сюжетных линий. И ты смотришь, переключаешься между ними свободно и нормально существуешь. В обычном сериале, как правило, три-четыре сюжетных линий. Вот в комиксе я один единственный случай вспомнил, где две сюжетных линии. У меня ощущение, что там вообще, может быть, есть ограничение, что в пределах одной истории должна быть одна сюжетная линия. Или нет такого? на самом деле именно в комиксе, ладно, наверное, не совсем правильно будет говорить про комикс, потому что комикс, как именно американский графический роман, чаще всего они попроще. То есть, если мы говорим о каком-нибудь Марвел, или вот, как я показывал, экранизация этого Джона Вика, например, господи, ладно, уже потерял, там действительно их немного. Как правило, один или две сюжетные линии параллельные даются, это да. Но ведь все не ограничится комиксом. Существует европейский комикс, который чаще всего называют графический роман, вот такое вот название, да, у него. Есть БД, это отдельно называют французские комиксы, есть та же самая манга, манхуа, и, например, в манге One Piece там не менее десяти, наверное, сюжетных линий, там про каждого героя какая-нибудь существует отдельная арка, про которую они рассказывают, какие-то детали его жизни. Да, они чаще всего показываются не параллельно, они показываются вот арками, собственно говоря, либо главами, то есть, сперва рассказали какую-то вводную историю, потом историю персонажа одного, персонажа другого, там, может быть, флешбэк какой-то развернутый, могут рассказать, и там сейчас, я не знаю, только по этот, по One Piece снимаю, сейчас выпустили уже 17 сезон аниме, я не смотрел, это слишком много для меня, но я просто знаю, что там огромное количество, там, недавно выпустили, значит, специздание у этой манги, которая, значит, вот выглядит офигенно, большой полк, они собрали в единый слепкейс, который там больше метра в длину, просто-напросто, вот, там очень много историй внутри, поэтому все зависит только, исключительно, от того, что вы хотите делать, вам нужно вот это вот делать, много историй, делайте, никаких вопросов к этому нет, просто это увеличит размер произведения, собственно говоря. И еще один вопрос, я в свое время, я не смог просто сейчас вспомнить, попытался гуглить, не смог найти фильм, я смотрел когда-то, лет 10 назад, фильм HBO, такой документально-художественный, про некого создателя комиксов, где, может быть, это известное, известное какое-то кино, может оно такое, маргинальное какое-то, который делал комиксы про свою жизнь, да, такая неинтересная, обычная жизнь, самые какие-то абсолютно непритязательные рисунки, то есть, вот мне интересно вообще, да, и они стали безумно популярны, да, вот люди стали читать, там, и так далее, и так далее. Вот то, что я вижу, комикс это всегда какой-то мир, да, то есть мы, когда мы читаем, смотрим его, да, читаем, мы отправляемся в какой-то другой интересный мир, даже если это комиксы про Мурзилку, в журнале Мурзилка, да, там тоже был какой-то мир, куда мы отправлялись, вот, возможен ли, скажем, и были ли какие-то варианты на русском языке такого реалистичного комикса, вообще, пробовал бы кто-нибудь сходить в этом направлении? Нет, на самом деле, на русском, я не вспомню, именно, чтобы были комиксы, там, например, о художнике, который бы там что-то рисовал, я навскидку не вспомню, но, да, я знаю, что существует, как минимум, такая манга, мне она попадалась, и, по-моему, по ней даже делали экранизацию, но я могу врать, может быть, и нет, я не настолько слежу прямо за японским аниме, чтобы быть экспертом в этом, я конкретно просто тайтлы, которые мне нравятся, конечно, себе вот покупаю, там, призрак в доспехах, там, Blame, они просто мне очень нравятся с точки зрения визуала и подачи, я люблю фантастику, постапокалиптику, и вот те редкие примеры, когда тебе какую-то передают очень закрученную историю, мне нравится, я их себе покупаю, вот, если говорить о приземленных, то вообще, в принципе, приземленные истории у нас, конечно, очень много делают и в России, в том числе, например, есть именно исторические даже comics, которые прям по истории там выпускают, про адмирала Колчака, например, вот у меня прямо за моей спиной стоит комикс про Петра Великого, вот он притняется отсюда, поэтому, конечно, они есть, есть такие комиксы, как, например, Голубь Геннадий, который просто рассказывает шутливые истории про жизнь Голубя, вот, конечно, такие существуют, в принципе, почти, наверное, в любой магазин, если комиксов зайти, там будет очень много русских комиксов, которые будут рассказывать о какой-то интересной, именно жизненные истории ну вот у меня рядом там магазин 28 я очень люблю меня заходить и прям ходить и листать комиксы и и смотреть что мне нравится это классно вот потому что лично для меня комиксы не только история но и визуал в том числе я люблю кстати сергей а насколько важно вот в этой культуре комиксовой насколько важен магазин потому что вот в европе да тоже бывает идешь и видишь и магазин комиксов и ты заходишь понимаешь что своя атмосфера как бы все всех знаю да то есть как-то как в этом самом как в теории большого взрыва и насколько она вообще вот эта культура магазина комиксов да насколько она сегодня в россии вообще существует она существует у нас был какой-то момент когда по сути вот любители комиксов или там например того же нам кунти аниме там или там панк-рока чего-нибудь такое то были по сути субкультуры сейчас этого наверное уже нет это все становится массовой культурой все уже знают там кто такой народ а там даже если не смотрели и все такое и в том числе и комиксы тоже приходит нашу жизнь то есть условно я пришел марвел на кинотеатры да все таки о блин оказывается это же в комиксы вот и все пошли там покупать и смотреть это один сам популярных комиксов у нас в россии например то есть марвел продается очень хорошо и магазин естественно след этим трендом тоже трансформируется они становятся более доступны для обычных людей их становится больше и они становятся более открытым для публики то есть ты приходишь даже если ничего не зная там о комиксах ты можешь там спросите тебе расскажут я помню свой первый заход такой магазин это было много лет назад мне было интересно я пришел сказал типа о это комиксы а чё это такое вот как бы да у меня такие посмотрели типа как на говно типа чё ты сюда тогда пришел спросили примерно так взглядом правда конечно не вербально но да и вот этот момент конечно бессловно очень трансформировался сейчас если вы видите магазин комиксов не стесняйтесь заходить потому что раньше я воспринимал что комикс это для детей или подростков сейчас очень много взрослых комиксов по классическим произведениям вот как я показывал да например по филиппу дику там новелизации отличные делают и поэтому это это не замена книгам на самом деле это нельзя воспринимать как замена книгам или кино это отдельный вид искусство который скорее дополняет я обожаю книги вот у меня шкаф за моей спиной это книжный шкаф он забит книгами там комиксов не очень много меня до комиксов отдельный шкаф вот но у меня и филипп дик стоит и комиксы по нему и нельзя сказать что они в чем-то похожи они дополняют друг друга и это классно еще и фильм есть по дику то есть бегущий по лезвию тоже отличный фильм ну алан мур сейчас вообще он написал вот такущий роман и в общем то вполне себе вполне себе роман такой на уровне набокова так как минимум да поэтому если вы хотите магазин да в онлайне дофига тоже комикс который выходит только в онлайне но если говорить конкретно российских у нас считается престижным выпустить бумажный вариант комикса это ну как бы сказать ну как медалька то есть отметка о том что ты сделал что-то такое что достигло магазинов наверное это была одна из причин собственно нашего первого выпуска комиксов который еще не был до конца доделан то есть как я говорил чуть-чуть корявенько но именно для того чтобы мы дошли до магазинов и посмотрели как люди реагируют на него то есть как покупают что им нравится как они что ним говорят собственно говоря какие ошибки они может быть заметили действительно такое было заметили две ошибки которые мы уже по праве дорисовали там доделали немножечко но такое действительно было прикольно так вопрос насколько вообще есть спрос на мангу и комикса сейчас он увеличивается на самом деле и сейчас и уже какое-то время назад можно наблюдать четкую тенденцию на увеличение этого самого спроса если раньше тиражи какие-то условно тираж 500 экземпляров это считался большой то сейчас тот же marvel печатают тиражами 15 тысяч экземпляров то есть это вполне на уровне больших тиражей книг то есть типа иванова например как он там печатается там 30 тысяч а морока 15 это много если бы у нас у нас у нас да конечно россии вот да там там безумный спрос у них это и другая история если говорить об авторских комиксах российские конечно они немножко поменьше то есть но есть такие комикс как бабал например который благодаря рекламе фильма тоже приподнялись у них тиражи там 35 тысяч вот но авторский комикс сейчас идет примерно на уровне 1000 1500 экземпляров они там печатать чаще всего вот и это все равно больше чем раньше даже большие то есть люди спрашивают поскольку у нас все-таки в основном сценаристы прямо два два вопроса есть на эту тему а как устроиться сценаристом в графический роман какие компании кроме бабу сотрудничать со сторонними сценаристами и вот тут такой вопрос в лоб не ищите ли вы авторов сотрудничать или вы с авторами отвечу соответственно оба устроиться на самом деле очень просто нужно написать сценарий и предложить его рисовать у нас есть ребята их много которые создают то что называется фанзин это такая штука когда собирают отдельные истории в какой-то большой сборник и его печатают вот даже сейчас на самом деле такой один готовится я в нем участвую как сценарист и туда они требуются постоянно то есть достаточно брать там какой-нибудь там там кто собирает фанзины вот в интернете и вы увидите как люди их соответственно собирают таких много то есть можно даже просто написать на самом деле сценарий просто прийти к художнику с ним договориться чтобы он рисовал этих художников до фига у нас есть ресурсы типа mangalip self-mango где художники выставляют свои работы то есть да и там можно найти если говорить именно о компаниях которые бы выпускали комиксы на принтом бумаги и делали большие экземпляры это было бы именно как коммерческая основа имеется виду с точки зрения больших заработков то их пожалуй очень немного сейчас это просто связано с тем что пока ну маловат еще рынок бабу о котором конечно же упоминались у нас есть комикс-паблишер у нас есть камильфо но чаще всего у них наверное уже там забит пул на истории которые они на данный момент делают и нужно рассчитывать на будущее что вы им что-то прислали они может через три года только вам напишут ответ что типа нравится давайте такое может случиться потому что многие хотят а вот этих вот ребят очень мало в том числе и нас есть такие небольшие издательства типа нашего там молот хардкорп например выпускает есть маленький такой небольшой там оптимисер есть такое здание там выпускает тоже свои там насчет сборники их очень много можно погуглить они найдутся я если хотите я могу потом вернуться в комментарии к этой записи и накидать ссылочек там оставить комментарий на подобных ребят вот сейчас там завтра может быть вот ну чтобы так сказать была какая-то обратная связь и помочь вам с этим делом да 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 то есть это конечно есть но так проще всего начинать именно с того что просто написать сценарий и пойти к художникам вы наверняка найдете художник который захочет нарисовать потому что нас их тоже очень много и это нормально это как собственно снять короткий метр в кино то есть это то же самое такая же подобная работа напишите маленькую историю ваншот какой он страниц на 10 15 20 не больше и и нарисуйте его покажите людям это же круто супер сергей вы делаете свои стримы два слова расскажите что это за история я просто видел у вас на странице вот я сейчас ссылку кину в чат на следующий стрим который пройдет у вас сегодня после сейчас вы послушайте наш следующий эфир с аидой петровны зябликовой и потом 8 вечера сергею можете на стрим заглянуть вот я его ссылку кинул в чат на расскажу отвечу на вопрос ищем ли мы прямо сейчас не ищем потому что те истории которые мы написали просто уже запустили но возможно в будущем будем искать поэтому если вы сценаристы прям хотите посотрудничать найдите меня вконтакте или вот по этой ссылке в ю тубе и я вам отвечу напишу и можем скооперироваться на будущее какое-то про стрим что мы делаем художник олег журавский который вы рисовал биороидов которые вы только что видели он прямо в онлайне рисует новый арт вот прям вы видите его два часа стрима прям рисует вы видите сам процесс рисования это очень круто и под это дело пока он рисует я и иногда к нам присоединяются гости сегодня у нас будет гости в паша гик он тоже сценарист комикс он опускал байки с релеева дверь это довольно популярный комикс у нас российские я его пригласил в гости он тоже нам расскажет о своих комиксах и мы обычно обсуждаем какие-то новости фильмов игр научные новости на какие-то дурацкие всякие новости то есть и отвечаем на вопросы читателей которые собственно приходят к нам поэтому если вам интересно посмотреть как рисуется вам интересно я вас в чате ходили скинул ссылку на вконтакт сергея и на канал на трансляцию в ю тубе сергей огромное спасибо я получил огромное удовольствие очень интересно я думаю что нам надо будет еще раз сделать эфир и посидеть прям с удовольствием быть посидеть как-то поболтать через какое-то время все лежат пишите в комментариях спасибо 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 благодарность сергею подписывайтесь на него пока пока спасибо за выступление